Воздушные ворота областной столицы стали доступнее. Увеличено количество автобусов на маршруте номер 78. Машины новые закуплены в этом году. Автобусы стартуют каждый час с Барбошиной поляны. Жителей отдаленных районов города новость порадовала. Очень удобно, удобно. Особенно для нас жильцов, березовых, нам всем очень удобно. Мы уже обрадовались сегодня, узнали. Хорошие новости и для тех, кто едет в аэропорт Курумыч. Теперь автобус 78 маршрута заезжает и на привокзальную площадь. Остановка всего в нескольких метрах от нового терминала. Современные низкопольные автобусы оборудованы наклонной платформой, по которой без труда можно закатить в салон, скажем, тяжелый чемодан. Пассажиры говорят, это не только удобно, но и выгодно. Минутное дело. Пассажиров сели в автобусы, поехали. Очень удобно. И ни такси, ничего. Не надо переплачивать деньги. Нововведения пришлись по душе и водителям. С увеличением подвижного состава на маршруте у них появился перерыв на отдых. Сделали расписание, приемлемое расписание, нормальное. То есть есть время отдохнуть, межрейсовый отдых есть. И как бы скоростной режим полностью соблюдается. Нормальное расписание, рабочее. При составлении нового расписания подумали и о людях, живущих в отдаленных районах города. По просьбам горожан, автобусы 78 маршрута будут ходить на час дольше. Время работы маршрута мы увеличили на один час. То есть теперь последний автобус отправляется с Барбошиной поляны в 20.20. А из поселка Береза в 21.30. То есть я считаю, что тоже очень хорошо для того, чтобы из отдаленных районов люди могли попасть в город. Стоимость проезда по-прежнему 20 рублей. Кроме того, можно воспользоваться транспортными картами и всеми видами льгот. Всего в этом году в городе появилось более 80 автобусов. Они приобретены на средства бюджетов всех уровней. В марте губернатор Николай Меркушкин и глава администрации Самары Олег Фурсов передали ключи от новой техники муниципальному перевозчику. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.